А вот Следственный комитет назвал имя устроившего терактой в Петербурге террориста. Да, вот какой-то Акбар Жон Жалилов. И, значит, ну, судя по имени и фамилии, это, наверное, Жалилов. То ли это таджик или узбек. Ну, они говорят, что он из Киргизии. Ну, судя по имени, наверное, все-таки он не киргизской национальности. И службы Киргизии рассказали о вероятном исполнителе теракта в метро. И вообще, получается, очень интересная ситуация. Представляете, мы вчера же не знали, что самоубийец там оказался, самоубийца, да, шахид. Так причем шахид такой странный, как и все шахиды. Чем странны все шахиды, знаешь? Ну, тем, что потом их обнаруживают убитыми, а у них там пистолет стоит на предохранителе. То есть, после смерти они еще делают какие-то дела, да. И вот нам рассказали о том, что вот этот вот человек, он взорвался, прям сам весь в лепешку разлетелся там в куски. А у него была на другой станции сумочка со взрывчаткой. И только благодаря тому, что перекрыли телефон, он не смог через 20 минут после того, как взорвался сам, взорвать эту сумочку. Представляешь? И это потрясает, потому что это реально, это официальная версия ФСБ. И думаешь, а знаешь, почему они знают, что это та сумочка и тоже его? Потому что там частицы ДНК. То есть, что сделал террорист? Он взял сумочку, поставил на одной станции метро, поехал на другую станцию, там взорвался, а потом рассчитывал позвонить по телефону и взорвать эту сумочку. Я не утрирую это, и прочитайте внимательно то, что пишут ГБУХ официальной версии. Представляете, что там в башке у людей, причем спецслужбы Киргизии рассказали о вероятном исполнительнике теракта в метро. Я уверяю, что спецслужбы Киргизии рассказали все то, что им сказали рассказать спецслужбы России. Вот что хочешь, они вам расскажут, это спецслужбы Киргизии. Потому что, ну, такое название у них ГКНБ, вот как называется, блин, и у них даже официальный представитель есть. И следственный комитет подтвердил причастность уроженца Киргизии к теракту в метро Петербурга. Все, причем, интересно, представляете, человек взорвался сам, хотел взорвать еще другую бомбу и все. Да, и вот интересная вещь, значит, вот он работал этот взорвавшийся, да, ну, террорист, кавычках, в суши-баре, любил единоборство, и вот, значит, заложил вот эту вторую бомбу, но она не взорвалась, потому что спецслужбы знали о готовящемся теракте. Вот, если бы на Западе такое написали, то все эти спецслужбы ушли бы в отставку в полном составе, представляешь, они знали о готовящемся теракте, это коммерсант, и не только он написал, это с их слов. Он говорит, мы знали, но не все, понимаешь, то есть, а почему вы не предотвратили, потому что это был Вандерлюбе, как мы вчера сказали, да, там тоже все знали, что он собирается, психически больной человек собирается поджигать Рейхстаг, да, и помогли ему в этом деле. Ну, так, может быть, и здесь то же самое. Мы же понимаем, вот, официальная версия, информатор занимал низшую ступень в иерархии террористов, но все же знал некоторых диверсантов, отправленных в Россию, поддерживал с ними телефонную связь. Если он поддерживал, то переловить их вообще не составлял к труда, мы это прекрасно знаем. Террористы использовали купленные на рынке сим-карты, не привязанные к реальным людям, не трясись. То есть, оперативники организовали прослушку в надежде выйти на боевиков, чтобы выйти на боевиков, надо знать только их телефоны и узнать их планы, но раскрыть всю сеть они не успели. После взрыва в метро спецслужбы заблокировали выявленные телефонные номера, лишив всю группу связи. Возможно, именно это предупредило срабатывание второго взрывного устройства, наведенного на станции площадь Восстания под одной из лавок примерно через 20 минут после взрыва. Они говорят, он положил туда, видите, как интересно все получилось, и не взорвал. Так что вот мы помним, это из этой же серии, что и убитые террористы с пистолетом, поставленным на предохранитель. Это из этой же серии, что и те террористы, которые хотели взорвать бомбу 9 мая, но задержали их 22 или 25 мая. Бомбу они хотели взорвать 9-го, а их задержали позже и обвинили в том, что они хотели взорвать бомбу 9-го. В чем речь вообще? Такие вот дела. И самое смешное, я говорю, я сегодня разговаривал с информированным человеком, я подчеркиваю, он мне заявил, что там ни у одного человека нет сомнений, кто взорвал эту бомбу. То есть ни один придурок там наверху не думает, что это сделали террористы. Вот представьте, в каком обществе мы живем. Вся Россия отверху и донизу знает, что это способ борьбы с оппозицией. Все знают. И там это еще и оправдывают. Говорят, ну а что же делать? Ну все равно они власть не отдадут, все равно они там будут там войну устраивать на Кавказе, взрывы продолжать устраивать и так далее. Вот так вот участок из 10 станций Петербургского метро закрыт для пассажиров. И вот что интересно, этот же участок уже закрывали, чтобы снять двери, да? То есть сняли двери, а потом на этих же станциях произошел взрыв. Вы же помните, метро блокируется, Питерская. А почему же сняли с двери? Может быть, потому что боялись больших разрушений, в которые надо вкладывать бабки. Может быть, еще какие-то вещи были, я не знаю. И вот я вспоминаю статью, которая написана была в 10-м году. Но не саму статью, а ко второй годовщине я, в общем-то, сделал, к этой статье дописал. Вот я вчера обещал найти, искать, как она называется, это живой журнал Мальцева, я, правда, давно там не писал ничего. Ко второй годовщине взрывов в московском метро 29.03.2010 года. Опубликован 29 марта 2012 года. Ну, это второй вариант, тот-то прям 29.03 был опубликован. Вот. И «Мать родна» называлась первая статья, а вот второй ее вариант такой вот, значит, ко второй годовщине я уже название прочитал. И я вот несколько строчек оттуда прочитаю, потому что, понятно, 10-го года, кстати, удивительные люди, современные террористы, взрывают что-то только тогда, когда это выгодно власти. Взрыв бомбы во время предвыборной кампании Ельц на московском метро 11 июня 1996 года оказал ЕБНу неоценимую услугу. А подорванные непонятно кем дома и торговый комплекс «Охотный ряд» помогли стать президентом Путину. Со взрывом дома в Волгодонске так вообще творился чертовщина. В Госдуме почтили память погибших за несколько часов до теракта. Вот так экстрасенсы. А в Рязани бдительные граждане и местная милиция выловили сотрудников ФСБ, которые заминировали дом. Потом СМИ заявили, что это было учение, так может и остальные взрывы тоже учение. Ну, дальше я читать не буду, несколько сделаю, так сказать, выдержкой статьи. Теракты на Кавказе на 90% обращены против представителей силовых структур и должностных лиц госвласти. Почему же по всей остальной России они на 100% касаются только простых людей? Где у боевиков логика? Вот это, кстати говоря, больше всего смутило. Потому что ответа на этот вопрос нет. Нынешние взрывы в московском метро, это написано в 2010 году, раздались тогда, когда в России разразился глубокий политический кризис. Выгодны ли эти взрывы оппозиции? Конечно нет. Они отвлекают народ от главного выяснения отношений с властью. Такой пиар порождает нелепые идеи сплоченности вокруг президента, премьеры, единой России и так далее. А выгодны ли эти взрывы власти? Очевидно, даже без слов. Почему же террористы так предупредительно обслуживают интересы режима? Или у них нет мозгов? А может быть мозгов нет у тех, кто до сих пор верит в эту дичь и чушь? Кстати, интересно насчет чуши. Мы дальше сегодня будем про чушь говорить. Про чушь говорить. Хорошо. Мы в общем-то каждый день про чушь говорим. И вот Медведев назвал пособников террористов уродами, промывающими мозги и так далее. Медведев, самый главный пособник террористов это руководители режима, то есть Таевова. Это самые главные пособники, потому что это причина во всем. Даже предположим, что это не ваши спецслужбы сделали, хотя я в это не верю. Ну, предположим, сделали не ваши, но что же, если бы мы не устраивали никаких кавказских войн в Сирии, войну и так далее, нас бы кто-то взрывал, что ли, нафига? Кому бы в голову пришло прийти и взорвать метро? Зачем? Медведев назвал недостаточными меры власти по безопасности метро. Конечно, надо душить оппозицию. Именно для этого все меры. В той статье я как раз пишу, что когда принимали закон против экстремистов и террористов, говорили, как он будет хорошо действовать. А я сомневался. И зря сомневался. Действительно хорошо, но не против террористов и экстремистов, а против инакомыслящих он действует. Так что машинистов взорванного поезда метро пообещали представить к награде. То есть, видишь, как любое действие. Классно. Нет, да, если бы даже он ничего не сделал, его бы все равно представили к награде. Хотя он, я так понимаю, геройски себя вел. Все, вопросов к нему нет, конечно. Человек труда нормально, на своем месте выполнил несвойственную задачу. Представляете? Грамотно. Да, очень нагрузка психическая сильная, но он справился. И о чем могу сказать? Все, вот они делят всегда, на все четыре этапа. То есть, это шумиха, неразбериха, наказание невиновных, награждение непричастных. У них все. Ну, хорошо, здесь есть причастные, которых можно наградить. Я думаю, там и непричастных наградят, которые отключили бомбу. Знаете, я думаю, все ХАЗО ФСБ будет среди награжденных, которые бомбу отключили. Вот подсветку Эфелевой башни погасит по метеожертвам терактов в Петербурге. Ну, уже классика такая. Эфелев башня скоро, я так понимаю, вообще включаться не будет. То есть, она, ну, это, может быть, не шутка. Не повод для шуток, да. Реальность. Ошибочно. За подозренного в теракте в Петербурге не пустили на борт самолета. Представляешь, то есть, человек хотел улететь, а его схватили и решили, что он появился на фото с камерой, а значит, он и есть террорист. Оказалось, что он не террорист. Кто он там оказался? Фамилия у него Никитин, человек в Башкирии, я так понимаю, родился. В Рязани служил, в общем-то, срочную службу проходил и более того, воевал в Чечне, причем, очевидно, не на стороне боевиков, а на стороне, в общем-то, регулярной армии. Поэтому и сам добровольно пришел в отделение полиции и сказал, вы что, я не террорист. В Госдуме призвали ввести мораторий на митинги после теракта в метро Петербурга. Ну, конечно, а как же, представляешь, метро же это митинг, да, то есть, надо обязательно мораторий ввести. При чем здесь метро, при чем здесь митинги, о чем вообще речь? Но вот идея очень четкая, и недаром, как кто-то в Госдуме, вот зам председателя комитета по обороне Юрий Швыткин, я бы даже и не знал, кто это такой, если бы этому Швыткину там не шепнули из определенных мест, что надо вот такое задвинуть. Понятно, что это, не, я вполне допускаю, что он решил выслужиться, и это пришло ему в голову, но если бы это не ему в голову пришло, ему бы это все равно сказали, что надо заявить. И Кремль, видишь, вот в связи с митингами призвал не наказывать учащихся, такие вот добрые, такие вот, решили не наказывать учащихся. Вот спрашивают, ваше отношение к книге ФСБ «Взрывает Россию», ну и к фильму, соответственно, и вообще к Литвиненко как личности. Хотите, правда, я не смотрел фильм ФСБ «Взрывает Россию», потому что я там ничего нового для себя не увижу. Вы что, думаете, я как-то по-другому, что ли, думаю? Поэтому я особенно не обременяю себя такими вещами. Тем более там я могу подслушать какие-то варианты, которые могут быть навязаны мне, понимаешь? В книжку «ФСБ «Взрывает Россию» мне Горький или кто там показывал, я ее один раз в жизни пролистал, все. Я абсолютно четко имею представление обо всех фактах, ну или почти, ну о большинстве фактов, которые там описаны, и я их пережил. Чего мне еще книжки-то читать? Зачем? Чукчин не читатель, Чукчин писатель, да, вот без обиды просто мне говорят, вот вы читали. Не, вы обязательно, я сейчас все брошу и пойду читать. Ну зачем мне это читать, когда я это прекрасно знаю? Ну мне надо не читать, мне готовить надо. Путин обсудил с Эрдоганом антитеррористическое сотрудничество. Да, вот. Не только с Эрдоганом, он антитеррористический, это вообще повод. Терроризм и террористические акты, это теперь повод для общения. Вот Путин на этой волне пообщался со всеми, такой, знаешь, молодец. И с АБ подтвердил готовность сотрудничества по борьбе с терроризмом. Я думаю, на Курилах, конечно, будут они сотрудничать по борьбе с терроризмом. То есть, тем, что Путин просто подпишет еще какие-то документы. Это ускорит переход Курил в Японию. Путин обсудил также с Меркель и Уолландом борьбу с терроризмом. То есть, все ему высказали слова поддержки. Что Путин-то поддерживает? Путин, что ли, взорвали? Да, это хороший вопрос, да. Путин, что его поддерживает? Уже все в порядке у Путина. Он там, по данным Форбсов и Санди Таймсов, один из самых богатых людей в мире. Что его поддерживать? Что его охрана охраняет больше, чем у Папы Римского? Всегда в России и в Советском Союзе охрана была, вот это девятое управление, размером с охраной Папы Римского. Пять тысяч человек. Сейчас тридцать, что ли, там, или сколько, я уж не помню. Там, по-моему, у них было за тридцать, потом они засекретили, потом какие-то вывели оттуда, ввели туда. Там, хрен знает, там черт ногу сломит. Ну, там уже, нет, третий Белорусский фронт его охраняет, Путина. Можете себе представить. И он говорит, да, вот, там, такую рожу делает умильную такую, да, там, принимает соболезнование. К ему соболезнование. Че ему соболезновать? Он сидит там, потирает руки и говорит, блин, классно, давайте еще. А вот, почему шахиды не выдумывают многоходовку для уничтожения первых лиц государства, любящих пиар во время чумы? Почему не оставляют для них сюрпризы в больнице среди раненых и на месте происшествия после совершения теракта? Обычно джигиты выдумывают невероятные изыски для своих кровников, а здесь почему-то креатив отсутствует. В 2010 году написано. Вот на все теракты эти ребята выезжают, приезжают на следующий день или там, и так далее. То есть, там можно подарков оставить вот сколько хотите, но почему-то ни разу вот не прокатило, а? Почему? И почему этот не боится, приезжает, а? Ну, если это террористы сделали, они могли там еще что-то схитрить. Они же могли вначале месяца за два, за три, там, я не знаю, разобрать там какие-то там таджики, узбеки, что-то ремонтируют, заложить туда бомбу, провести провода, не надо ничего, сделать все нормально. Потом через три-четыре месяца взорвать что-то, и потом этот приедет возлагать цветы, его уже унесет. Но этого не делают. Что, не додуматься? Они глупее Мальцева, что ли? Да они хитрее 150 раз. Так что, очень меня это удивляет, это они постоянно действуют по одной и той же схеме. Вот ты видел, я тебя прочитал в 2010-е годы. Представляешь?